Доброе утро, друзья! Рады приветствовать вас на телеканале «Беларусь-4 Брест». Меня зовут Катерина Нчапорок. Это программа «Утренняя спресса». Сегодня на календаре пятница, 11 сентября. Встречаем этот день вместе. Сегодня в «Утреннем эспрессо». Узнаем, как пройдут дожинки в Брестской области. Поговорим о сохранении биоразнообразия в регионе. Выясним, почему польза плотного завтрака оказалась преувеличенной. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Брестской области началась масштабная вакцинация против гриппа. В этом сезоне в связи с эпидемиологической ситуацией она стартовала раньше, чем в прошлом году. В этом году иммунизация для населения пройдет в особых условиях в связи с пандемией коронавируса. И планируется, что в вакцинации примут участие более 540 тысяч человек. Это не менее 40% от всего населения области и не менее 75% из групп риска. Главное помнить, что если вы собираетесь делать прививку, то вы должны быть абсолютно здоровы. И, конечно же, нужно обязательно обратиться за консультацией к врачу. Надеемся, что погода тоже будет способствовать нашему здоровью. Прямо сейчас прогноз синоптиков. Узнаем, понадобится ли сегодня зонт. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры создавал DimaTorzok Еще раз доброе утро всем, кто только что к нам присоединился. Программа «Утренний эспрессо» приветствует вас на телеканале «Беларусь-4 Брест». Министранс Беларуси подчеркнул, к 2025 году нужно электрифицировать 30% городского пассажирского транспорта. Эта задача будет внесена в госпрограмму. Старт данной программы начнется с Минска и областных городов, а также в населенных пунктах, где более 100 тысяч человек проживает. И на сегодняшний момент белорусские ученые решают вопрос, как лучше с экономической точки зрения подойти к решению этого вопроса. Что ж, тему обсуждают все СМИ страны. А вот о чем еще пишут газеты регионы, узнаем прямо сейчас из обзора прессы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мнение о том, что косметологические салоны посещают только женщины, уже давно стало ошибочным. Среди пациентов косметологических клиник немало и мужчин. Какие процедуры пользуются наибольшим спросом, чего делать не стоит и с какого возраста лучше начинать уход? На эти и другие вопросы к Международному дню красоты ответят компетентные гости Брестского вестника. Лэйаут, маск и скетч. Если для вас это просто набор слов, то непременно прочитайте свежий номер Брестского вестника. Именно здесь вы узнаете, как научиться программированию и что поможет продвинуться во фрилансе в сфере IT. А также узнаете, какие программы стоит освоить графическому дизайнеру. 12 сентября в агрогородке Дивин пройдет областной фестиваль ярмарка тружеников села Дожинки 2020. Что интересного ждет гостей фестиваля, какие торговые ряды будут работать, как будет организован проезд, а также другую полезную информацию для гостей ищите в ближайшем номере газеты «Кобранский вестник». Районный праздник Дожинок уже прошел и на Ивановщине. Урожай зерновых и зернобобовых в этом году получен высокий, несмотря на все сложности. Вот и отметили это хлеборобы как следует. Подробности прошедшего праздника ищите в свежем номере газеты «Яновский край». О чем прочитать, узнаете из обзора прессы «Утреннего эспрессо». Сегодня 11 сентября. И вот какими событиями ознаменован день сегодняшний. В 1888 году на выставке в Торонто была представлена миру первая запись человеческого голоса. Был изобретен прибор-фонограф, который мог записывать и воспроизводить человеческий голос. В 1907 в Бобруйске родился Сергей Сикорский, один из организаторов и руководителей антифашистского подполья и партизанского движения на территории Беларуси, герой Советского Союза. В Великую Отечественную войну секретарь Брестского подпольного обкома, командир Брестского партизанского соединения. В 1918 вышел декрет о введении международной метрической системы меры весов на территории России, Беларуси и Украины. В конце 19 века в Париже 17 государств подписали Международную метрическую конвенцию в целях обеспечения международного единства измерений. В 1935-м родился Герман Титов, летчик-космонавт СССР, герой Советского Союза. Совершил второй в истории человечества орбитальный полет в космос на космическом корабле «Восток-2». За 25 часов 11 минут корабль сделал свыше 17 оборотов вокруг Земли, пролетев более 700 тысяч километров. В этот день в 1945 году в Добруше Гомельской области родился Владимир Рыженков, белорусский общественный деятель, педагог, заслуженный тренер Беларуси, заслуженный работник физической культуры и спорта, возглавлял Национальный олимпийский комитет Беларуси. Насыщенную программу в Бресте подготовили к Дню библиотек Беларуси. Напомню, это дата 15 сентября, день открытия Национальной библиотеки. Уже 13 сентября в отделе литературы для детей и юношества Брестской областной библиотеки имени Горького на Куйбышево-32 состоится традиционная культурно-просветительская акция «Библиотечный десант». Библиотечный десант проходит в библиотеке с 2018 года и приурочен непосредственно к этому празднику. В этот день читатели отдела, то есть учащиеся разных школ и гимназий города Бреста, работают на месте библиотечных работников в качестве полноценных сотрудников библиотеки. Доброй традицией также стало участие учеников младшей и средней школы. Для них их родителей обычно проводится игровая, экскурсионная, знакомительная программа, и они смогут узнать все о том, как работает библиотека, заглянуть туда, куда обычно читателей не пускают. Начало данного мероприятия 13 числа в 12.00. Что ж, друзья, продолжаем рассказывать об интересных проектах, которые открывают свои двери для жителей, гостей региона, в том числе и читать книги. Будут юные брещане в рамках нового проекта. В Бресте открылась новая инклюзивная игровая площадка для детей с ограниченными возможностями. Все подробности в нашем следующем сюжете. Площадкой нового проекта выбрана вспомогательная школа Бреста. Здесь каждую субботу будут собираться ученики школы и их родители. Всего 8 семей для участия в мастер-классах по изготовлению сувениров. Стартует проект, который мы создавали совместно с общественным объединением «Белопдеми». Значит, суть проекта в том, чтобы подготовить детей к самозанятости, к возможности заниматься каким-то делом, каким-то творчеством после окончания школы. Пока дети будут постигать основы ремесла по изготовлению различных сувениров, взрослые смогут пообщаться с психологом, который также будет работать в проекте и как мама, и как специалист. Я пошла учиться на психолога только по этому поводу, что у меня такой ребенок, и мне чуть не хватало знаний, чтобы с ней работать. В рамках данного проекта мне бы хотелось поработать в основном с мамами деток особенных. Не только деток аутистов, но и деток с другими психофизическими особенностями. Просто потому что за заботой о своих детях, в трудах семейных, кто-то работает тоже, мы забываем о себе. Мы не помним, что мы женщины, что мы красивые, что мы хотим нравиться, что мы хотим развиваться. Новый проект в Бресте реализуется в рамках республиканского и носит название «Скусство за инклюзию детей с инвалидностью». По мнению организаторов, он даст возможность раскрыть способности особенных детей. Мы решили реализовать такую местную инициативу, чтобы собрать семьи, показать, что можно вместе что-то творить интересное, чтобы раскрыть потенциал семей. Потому что надо отметить, что редко, когда в наше время семьи собираются вместе, чтобы создать что-то творческое. Подготовить детей к самостоятельной жизни. То есть дать им первые такие какие-то азы при помощи родителей, при помощи руководителя, который будет с нами делать эти сувениры. И потом, чтобы общественность увидела, что эти дети и во взрослой жизни, молодые люди с инвалидностью могут быть востребованы в обществе. Новый проект будет длиться три месяца. Организаторы надеются, этого времени будет достаточно для развития у детей с особенностями, новых способностей и талантов. Редактор субтитров А.Семкин Самый сильный мужчина на планете. Этот титул принадлежит британскому стронгмену Эдди Холлу по прозвищу «Зверь». При росте в 190 сантиметров спортсмен весит 170 килограммов. Его рекорды. Приседание со штангой на плечах – 405 килограммов. Жим штанги от груди – 300 килограммов. Жим ногами – одна тонна на 10 повторений. Становая тяга – 500 килограммов. И это абсолютный мировой рекорд. Самый красивый мужчина в мире – это английский актер театра и кино Роберт Паттинсон. К такому выводу пришли специалисты. Они взяли за основу принцип золотого сечения, по которому определяли соответствие канонам красоты еще со времен древних греков. Мировую популярность ему принесла роль Эдварда Каллина в киносаге «Сумерки». Всего 33-летний актер снялся в 111 кинолентах. Самый богатый мужчина в мире. Первую строчку издания Forbes на данный момент занимает француз Бернар Арно. Состояние 70-летнего владельца брендов Луи Виттон, Хеннесси и Кристиан Диор оценивается в 116,5 миллиардов долларов. Возвращаемся в нашу утреннюю студию. Говорим еще раз доброе утро всем тем, кто только что к нам присоединился. 12 сентября пройдет областной фестиваль ярмарка тружеников села Дожинки 2020. Все об этом мероприятии узнаем у нашего гостя. Сегодня к нам присоединился в студии Валентин Трубщик, заместитель председателя Кобринского райисполкома. Валентин Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Несколько лет назад было принято решение на уровне главы государства о том, что областные Дожинки будут проводиться именно в малых городах и поселках. В том числе благодаря вот этому решению они преображаются. Мы видели, как изменились ружаны, высокая. Какая работа была проделана в рамках подготовки непосредственно к Дожинкам в Дивине? Мы очень рады были известию, когда узнали о том, что действительно агрогородок Дивинт выбран центром проведения областных Дожинок в 2020 году. С 1940 года по 1959 год это был потенциальный районный центр Брестской области, в котором проживало более 10 тысяч человек населения. И, конечно, у каждого из населенных пунктов бывает второе рождение. Конечно, праздник, фестиваль, ярмарка Дожинки в 2020 областные – это второе рождение как раз и предоставил нашему агрогородку Дивин, в котором сегодня проживают 2870 жителей. А если брать все окрестные села, то это тоже порядка 7 тысяч населения, которые так или иначе задействованы на этот агрогородок. Какие-то глобальные моменты в реконструкции. Вот что конкретно изменилось? Что этот праздник дает населенному пункту? Конечно, когда идет подготовка к празднику, она затрагивает инфраструктуру населенного пункта. Это вне всяких сомнений. В самом Дивине располагаются филиалы и работают порядка 30 организаций. Каждая из них с душой и пониманием подошли к тому, что если ты встречаешь в доме гостей, то твои учреждения, твои объекты должны иметь привлекательный вид и достойно выглядеть. Потому все предприятия, организации, которые находятся в центральной части Дивина, через текущий капитальный ремонт привели свои здания в порядок. Выполнена большая работа по благоустройству. Так, улица Октябрьская протяженностью порядка 1 тысячи метров полностью преобразилась. На ней появилось асфальтированное покрытие. Самые длинные и центральные улицы городка Дивин, это улица Советская протяженностью около 5 километров, и улица Ленина протяженностью около 3 километров. На них выполнен ремонт асфальтового покрытия. Появились электрические опоры со светодиодными светильниками, появились тротуары, чего раньше не было. Появилась велодорожка, стоянки и парковки для автотранспорта. Претерпел изменения сквер в центре Дивина, на котором находится братская могила советских воинов, которые погибли при освобождении этого населенного пункта. Это 74 героя. Сегодня в сквере появились благоустроенные дорожки, появилась детская игровая площадка, появилась историческая тумба, на которой представлена история этого населенного пункта, цветочные клумбы. То есть Дивин сегодня на самом деле не узнать. Очень здорово то, что в центральной части агрогородка Дивин появилась вещь, о которой очень много и долго говорили дивинчане и гости агрогородка. Традиционно в каждом населенном пункте есть своя изюминка. И вот такой изюминкой в Дивине есть дивинская свадьба. Она не совсем традиционна, потому что в ней участвует сваха. Это сваха особая, уникальная. Костюм этой дивинской свахи, леликовской мы добавляем, поветевской свахи. То есть традиционный костюм, который находится в списке нематериального наследия нашей страны, отображен в результате трудов пленера-орезчиков, который прошел в ходе подготовки к дожинкам в Дивине. И сегодня эта скульптурная композиция в центре находится. И сегодня многие желающие там имеют возможность фотографироваться и любоваться материальной культурой своего народа. Элементы благоустройства можно видеть уже на подъезде непосредственно к агрогородку. Вот об этом очень хотелось бы узнать подробнее. Есть на подъезде к агрогородку Диви на самом деле уникальный объект, памятник природы республиканского значения дуб Суворова. По легенде, именно под этим дубом в 1794 году отдыхал со своим отрядом великий русский полководец Александр Васильевич Суворов. По другой легенде, там бывал и Андрей Тадеуш Бонавентура Констюшко. Потому сегодня это место, охраняемое государством, и оно претерпело в ходе подготовки к празднику тоже изменения. Там появились замечательные беседки, выполнено благоустройство прилегающей территории. И оно тоже будет радовать девинчан и гостей нашего праздника в ходе дожинок 2020. На самом деле такая огромная работа проведена. И важнее всего то, что праздник пройдет, а вот это благоустройство, оно будет радовать местных жителей. Какие особенности проведения этого массового мероприятия в связи с эпидемиологической ситуацией? Все много говорят сейчас о том, что мы боимся второй волны коронавируса. Вне всяких сомнений, та эпидситуация, которая имеет место в нашей стране и в нашем районе, не может не накладывать свой отпечаток на проведение праздника. Располагая зрительные места на основной площадке, это центральная площадь возле сельского дома культуры городка Дывин, мы учли при расстановке мест максимальные меры дистанцирования. Конечно, для желающих будут предоставлены медицинские маски, будут антисептики. Ну и, конечно, при этом будут памятки, рекомендации для всех участников, чтобы они понимали, что их здоровье в их руках и надо соблюдать вот те уже всем известные, хорошо известные меры профилактики по ковиду в ходе праздника. Но это не значит, что запрещено приехать. Приехать может любой, правильно? Тем не менее, конечно, праздник есть праздник. Это большое массовое мероприятие. В целом мы ожидаем где-то порядка 5000 человек участников. Будут ходить и специальные автобусные маршруты, организованные из города Кобрина, чтобы кабринчане могли приехать. Ну, делегации из каждого из 16 районов нашей области, города. Потому, вне всяких сомнений, праздник должен быть праздником. При этом, конечно, меры безопасности – это важная его составляющая, чтобы все в хорошем настроении после праздника приехали домой и были успешны и здоровы. Хочется поговорить, конечно же, о программе самого мероприятия. Рассчитана она с 8 до 22.00. То есть очень много элементов включает в себя. Что самое главное? Ну, наверное, на празднике самое главное в программе – это все-таки подведение итогов. Вот эти итоги будут подведены, и лучшие хлеборобы нашей области получат заслуженные награды. Ну, а после того, значит, конечно, все люди хотят веселья. И это веселье смогут нам предоставить работники культуры. Лучшие творческие коллективы, понятно, нашей Кобриничиной будут работать. Кроме этого, у нас будут принимать участие духовой оркестр и группа «Единство» Пинского пограничного отряда. Будет принимать, значит, будет хит-парад Брестской филармонии, камерной музыки. Будет выступать группа «Аура» с Юлией Быковой. Выступать будут эстрадные артисты. Владимир Ухтинский, Светлана Шиманская, Игорь Аксюта, группа «Аура», а также коллектив народной музыки «Беседа». Думаю, что все эти коллективы и отдельные эстрадные исполнители создадут на самом деле атмосферу праздника. Потому что все-таки, когда собран урожай, а урожай в этом году и на Кобрищине, и на Брестчине очень неплохой, то люди должны заслуженно повеселиться. Особенным будет еще и главный каравай, который символом является этого праздника. Каким он будет в этом году и кто занимался и занимается подготовкой? Да, хлеб на столе, когда мы говорим о дожинках, о работе хлеборобов, это самый важный атрибут. И это 25-килограммовый каравай, Кобрищинский хлебозавод, выпек. И он, конечно, будет главным таким элементом на сцене. И после завершения праздника каждый из участников дожинок сможет попробовать кусочек этого замечательного хлеба, понимая, что в нем частичка и труда каждого из хлеборобов Брестчины. Для ведущих, знаю, что подготовлены национальные костюмы, которые выполнены в уникальной технике ткачества. В прошлом году такого не было. Это такая изюминка мероприятия своего рода, да? Да, это интересно, уникально. И мы сами, как зрители, с интересом будем ждать появления ведущих в этих костюмах. Если говорить в целом о мероприятии, центральная часть – это непосредственно награждение, чествование труженьков села. Все вот эти развлекательные моменты, они будут проходить одновременно на разных площадках? Или человек, приезжая на вот этот праздник, сможет посетить абсолютно все мероприятия и все концерты, которые там будут проходить? Как вот организована будет сама работа? Вся центральная часть городка Дывин будет предоставлена для людей, которые приехали попраздновать дожинки. В сквере будет работать город мастеров и детские игровые площадки. По улице Лениной, по улице Советской будут располагаться торговые ряды. Порядка 100 организаций будут предлагать свою продукцию. Мы там увидим и традиционные белорусские драники, блюда из картошки, шашлык и многое другое. То, что любят сегодня белорусы. Мы увидим ярмарку продажу многих промышленных предприятий нашей области. То есть можно совместить приятное с полезным. Повеселиться, закупиться и порадовать близких. Да, вне всяких сомнений у людей будет возможность и повеселиться, и приобрести какие-то предметы. И, конечно, очень много мастеров народного творчества. Это и резчики, и инкрустация соломкой, и художники. И, конечно, те, кто любит это творчество, смогут приобрести плоды их труда. Резюмируя нашу беседу, конечно же, хотелось бы еще раз пригласить всех жителей области на это мероприятие. Подчеркните, пожалуйста, где, когда, в какое время лучше приезжать. В общем, всю информацию общую еще раз для наших зрителей. Уважаемые гости нашего праздника, мы вас очень ждем. 12 числа в городке Дывин. Начнем мы буквально с 8 часов утра. Ну, эпогей праздника – это в 12 часов дня. На главной сцене награждение, а потом замечательная концертная программа. Ну, а завершится праздник традиционно праздничным фейерверком в честь хлеборобов, который состоится в 22 часа. Приглашаем, действительно, всех жителей, гостей области на этот праздник. 12 числа он пройдет. Наш гость сегодня – Валентин Трубщик, заместитель председателя Кобринского райисполкома, со всеми подробностями о том, как будет проходить дожинки 2020 в Брестской области. Спасибо вам большое. Спасибо. Что же, мы продолжаем наш эфир. Друзья, оставайтесь с нами на четверке. Постройки, которые имеют статус историко-культурных ценностей, формируют уникальное лицо города. В Бресте таких больше двух с половиной сотен. Большинство построено в 19-м или начале 20-го века. Многие требуют капремонта или реставрации. И здесь главное – не навредить. Вот это одно из таких строений. В прошлом году разработан паспорт и защитные обязательства на историко-культурную ценность. Сейчас проводится реконструкция. Проектом реконструкции данного здания предусмотрены работы по демонтажу его конструкции, находящейся в дворовой части, с сохранением центрального фасада. Вместе с тем, застройщикам при производстве строительных работ допущены отступления от проекта. Не произведен мониторинг смежной стены здания, также являющейся историко-культурной ценностью, а также обследование его элементов и конструкций. Согласно с программой социально-экономического развития на 2016-2020 годы, на территории области проводилась реконструкция порядка 30 знаковых объектов историко-культурного наследия. Прежде всего, это на территории Ацеверского района, Косово, Дворец Бусловских, на территории Пружанского района, Дворцовый парковый комплекс в Ружанах, восстановление усадьбы Наполеона Орды в Ивановском районе. Безусловно, что многие из них могли бы стать визитной карточкой, если бы были надлежащие приняты меры по восстановлению данных объектов. Но не всегда те, кто приобретает такие здания, добросовестно относятся к своей собственности. Сотрудники прокуратуры напоминают, что за нарушение законодательства предусматривается и ответственность. Только в этом году провели 13 проверок, по результатам которых принято больше трех десятков актов прокурорского реагирования. Таким образом, буквально была спасена от дальнейшего разрушения усыпальница Элизы Ажешко в Драгичинском районе. Основные нарушения, которые устанавливаются в деятельности субъектов хозяйственной, это, прежде всего, допущенные волокиты при консервации объектов, при восстановлении объектов. Зачастую допускается также безобразная антисанитария при содержании данных объектов. То есть, по большому счету, имеют место факты, когда не требуется надлежащих большого затрат финансовых средств. Такие факты были установлены, в частности, на территории Березовского района, на территории Ляховичского района, на территории Барановичского района. По всем данным фактам прокурорами приняты меры реагирования. Задача таких мер – помощь в сохранении памятников истории не только на фотоснимках и страницах учебников, но и в реальности. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Польза плотного завтрака оказалась преувеличенной все последние годы. Диетологи и приверженцы здорового питания постоянно говорили – завтрак – самый важный прием пищи. Он должен быть обязательно очень плотным для того, чтобы вам хватало энергии на весь день. Но это убеждение опровергают последние исследования австралийских диетологов. Само исследование, которое они провели, состояло из 13 этапов и оказалось на самом деле очень простым, но чрезвычайно эффективным. На каждом из этапов независимые группы людей приступали к завтраку. Кто-то отказывался вообще от завтрака, а кто-то наоборот делал его максимально плотным. Затем они отправлялись по своим делам с одним лишь единственным общим заданием для всех – считать количество пищи, съеденной за весь день. Как оказалось, сытые участники эксперимента в течение дня съедали на 260 калорий в день больше, чем те люди, которые от завтрака вообще отказались. В результате не было замечено разницы и в отсутствии аппетита в зависимости от количества съеденной утром пищи. Интересно, что чаще всего именно те подопытные, которые пропускали утренний завтрак, быстрее теряли вес. Результат этого эксперимента убеждение ученых в том, что нужно обязательно очень индивидуально подходить к вопросу завтрака и его объема. По результатам своей работы специалисты отмечают, что именно утренний прием пищи не играет большой роли в распределении энергии в течение дня и снижении веса. Что ж, вот такая вот информация на заметку, так что прислушивайтесь обязательно к своему организму. Овнам нежелательно лениться и поддаваться депрессии, если работы море, а близкие люди ждут моральной поддержки. Кто, если не вы? Задумайтесь о будущем. Это позволит ясным взором окинуть имеющиеся проблемы. Гороскоп советует тельцам быть импровизаторами и волшебниками, если вопросы коснутся важных моментов жизни. Иногда вера в чудеса помогает больше, чем реалистичный подход. Близнецам нужно устремиться к новой жизни, изменив принципам и привычкам, смело принимать ответственные решения. Они закалят вас внутренне. Звезды призывают раков к активной деятельности, а не бренному лежанию на диване. Если вы не будете использовать свой богатый потенциал, он сгорит, как спичка на ветру. Во львах проснется не только творческая и одухотворенная личность, но и рьяный сторонник всего традиционного. Вам захочется действовать так, как нужно, а не по наитию. Гороскоп обещает девам общительный день, когда придется с кем-то налаживать отношения, а кому-то высказать правду в глаза и расстаться. От надежной поддержки будет зависеть финансовое положение и карьера. Весам следует стать стратегами и тактиками одновременно, если хочется разом решить все имеющиеся проблемы. Вероятно, сегодня вас так потянет на риск и авантюры, что даже близкие не смогут предостеречь. Скорпионам захочется побыть в одиночестве, причем вы решите даже отключить телефон. Для уныния по поводу финансового положения нет причин. Звезды советуют стрельцам соблюдать распорядок дня и режим питания. Привыкать жить по плану, чтобы реализовать все задуманное. И главное, не пренебрегайте прошлым опытом. Козерогов ожидают поездки, которые никак не входили в их планы. Но отказываться от них нельзя, особенно если они делового характера. А вот волнения по поводу личной жизни необоснованные. Водолеям нужно управлять не только возникающими ситуациями в жизни, но и своим настроением. Сегодня не исключены срочные передвижения по городу и области, крупные покупки и продажи недвижимости. Рыбам не помешает заняться своим здоровьем, решить вопросы быта. Вечер не слишком-то подходит для развлечений, но и скучать в одиночестве не стоит. Сохранение биоразнообразия – один из национальных интересов в Беларуси. На практике это означает сохранение редких и исчезающих видов растений и животных. Сегодня, например, ученые-экологи ставят вопрос о придании черному тополю статуса памятника природы местного значения. Все подробности в материале Татьяны Колокольцевой. Ему объявили войну. Тополь – дерево, от которого в последние годы активно избавляются. Аллергики обвиняют его в обострении заболевания во время цветения. Хотя врачи утверждают, аллергию вызывает пыльца от других растений, которую тополиный пух переносит. А вот в давние времена тополя не вызывали такой реакции, потому что это были аборигенные виды. Они росли, к примеру, вдоль берегов Буга, Муховца и других малых рек, которых теперь уже нет. Сегодня таких тополей практически не осталось. Потому они нуждаются в охране. Два таких дерева растет на территории Брестской крепости. Экологи рассматривают вопрос о присвоении одному из них статуса памятника природы. Черный тополь чем важен и интересен для нас? Это аборигенный вид наших деревьев. Один из самых высокоствольных. И он хорошо растет только в той зоне, где рядом протекают какие-то водотоки. И если где-то он находится в хорошей жизненной форме, это знай наверняка. Там в какие-то времена протекали какие-то ручьи. Это прибрежное дерево. Одному из двух деревьев, которые находятся вблизи здания патриотического центра, пришлось обрезать ветви. Его во время грозы повредила молния. Следы этого природного явления еще долго будут заживать. А вот другой тополь поодаль в достаточно хорошем состоянии, несмотря на возраст. Ему приблизительно лет 90. К тому же он самый высокий из всех экземпляров черных тополей Бреста. Дело в том, что видите, у него такая очень мощная кора. Такие имеются трещины, такие грубые. А в этих трещинах прячутся именно те виды животных, которые мы любим и ценим, и которые включили в Красную книгу почти все видовое сообщество белорусское. Это летучие мыши. Так что черный тополь можно считать средообразующим представителем нашей флоры. Кроме того, черный тополь выделяется тем, что он активно выделяет в окружающую среду особые вещества, которые даже не воспринимаются нашим обонянием. Они обладают фитоцидным и даже стимулирующим воздействием на наши дыхательные системы. Не путать с той пыльцой, которую в массе дают канадский тополь, бальзамический тополь, лавролистный тополь, тополь Симона. То есть те привозные тополя, которые в 50-х годах очень сильно практиковались в озеленении города Бреста, в том числе и центрального парка. Бальзамический, белый, канадский, лавролистный, пирамидальный. Всего на нашей планете известно 95 разновидностей тополиных деревьев. Но тополь черный, он же осокорь, коренной местный житель, который практически исчез с наших территорий. Мало кто знает о его исключительных способностях. Одно растение, утверждают специалисты, выделяет столько же кислорода, сколько 10 сосен и 3 больших старых липы. За один летний сезон черный тополь очищает городской воздух от 20 килограмм пыли, а его почки применяются в народной медицине. При благоприятных условиях черный тополь может достичь 35-метровой высоты. Жизненных сил же хватает от 60 до 300 лет. А его крона настолько мощная, что не нуждается в обрезке. И еще один момент. В отличие от наших городских деревьев, которые из года в год подвергаются разным болезням, он устойчив к негативной городской среде. Для того, чтобы акцентировать внимание озеленителей, что именно черный тополь является ценным и перспективнейшим представителем для озеленения наших населенных пунктов, особенно в приречных полосах, прибрежных полосах. Есть надежда, что вдоль набережной наших рек когда-нибудь снова будут расти такие мощные величественные деревья, как черный тополь. Если наши озеленители будут прислушиваться ко мнению экологов. Ежегодно, начиная с 2000 года, во всех странах мира отмечается Всемирный день оказания первой помощи. Инициаторами этого мероприятия стали члены Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца. На протяжении всей этой недели мы делились с вами материалами, целый цикл подготовили специально для того, чтобы напомнить элементарные правила оказания первой медицинской помощи. Очень надеемся, что они вам не пригодятся на практике, но знать их нужно точно. Добрый день. Первая помощь – это комплекс мер, направленных на сохранение жизни и здоровья пострадавшего. И первую помощь должен уметь оказать каждый. Несчастные случаи, травмы и болезни – все это случается, как правило, внезапно. Научиться правильно оказывать первую помощь себе и окружающим, действовать решительно и без паники в кризисных ситуациях можно на курсе «Первая помощь» Белорусского общества Красного Креста. Он разработан в соответствии с европейским стандартом и доступен каждому. Специальная подготовка, медицинское образование не требуется. Слушатели получают необходимую теоретическую подготовку и на практике отрабатывают алгоритмы действий в различных ситуациях. Умение оказать первую помощь – очень важный жизненный навык. Сегодня мы поговорим о первой помощи при ранах. Раны бывают разнообразные – рваные, резанные, укушенные, колотые, огнестрельные и раны с инородным телом и с ампутацией. Основная первая помощь при таких ранах – промыть рану и наложить чистую повязку. Сегодня я расскажу, как оказать помощь при ранах с инородным телом. Для наглядности мы использовали грим. Но в такой ситуации не забывайте о своей собственной безопасности, поскольку будет контакт с кровью. Необходимо использовать перчатки или пакеты. Или в крайнем случае тщательно вымыть руки до и после оказания первой помощи. В этом случае можно использовать любой подручный материал – полотенца, шарфики, даже элементы одежды. Из них надо свернуть валики. И с помощью этих объемных валиков зафиксировать инородное тело. Подержите, пожалуйста. Затем зафиксировать данную объемную повязку у пострадавшего. Таким образом, чтобы инородное тело ничего не давило. В этом случае мы пострадавшего довезем до медицинского учреждения. Первая помощь спасает жизни. Каждый должен уметь оказать первую помощь. За полным курсом обращайтесь в Брестскую областную организацию Белорусского общества Красного Креста. Доброе утро! Меня зовут Татьяна. Сегодня мы будем дышать. И сегодня у нас дыхание будет по квадрату. Представьте себе квадрат. Четыре грани. Вдох у нас будет по одной грани. Затем мы сделаем с вами паузу по другой грани. Затем у нас будет выдох и пауза. Вдох, пауза, выдох, пауза. Итак, мы будем с вами считать на четыре счета каждый цикл нашего квадрата будет идти. Вдох на четыре счета, пауза на четыре счета, выдох на четыре счета и пауза на четыре счета. Давайте попробуем. Итак, когда будете готовы, расправьте плечи, сядьте удобно. Начинаем. Вдох и внутренний счет. Задержка дыхания. Выдох. Задержка. Вдох. Два, три, четыре. Задержка. Два, три, четыре. Выдох. Два, три, четыре. Задержка. Два, три, четыре. Еще вдох. Три, четыре. Выдох. О, пауза. Чуть не сбила вас. Выдох. Пауза. Вдох. Два, три, четыре. Пауза. Выдох. Два, три, четыре. Пауза. Два, три, четыре. Глубокий вдох. Расслабленный выдох. Еще один вдох. И выдох. Давайте попробуем еще раз. Без моих подсказок. На четыре счета. Вдох, пауза, выдох, пауза. Самостоятельно три цикла сделаем таких дыханий. Готовы? Начинаем. Пауза. Выдох, пауза. Последний. Отлично. Вы замечательно справились. Я желаю вам замечательного хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok